Всем привет! Я блогер из Неаполя и сегодня я хочу вам рассказать о ситуации, которая случилась в понедельник в Неаполе в метро станции линия номер 1. Я специально не меняла ролик. Идет запись в режиме реального времени и начался этот ролик с 10 минут на табло метрополитана. И закончится он в 10.42. Вы можете вживую проследить, как воруют наше время. Ну, это может быть я грубко сказала. Во всяком случае, вот история, которая случилась в понедельник, меня просто сначала вывела из себя, потом заставила все-таки достать телефон и записать это видео. Ну, и все по порядку. Те, кто не согласен, кому не нравится мой канал, пожалуйста, закрывайте видео, не тратьте ни свое время, ни мое время. Я приглашаю на свой канал всех добрых и уважительно относящихся людей друг к другу. Ну, и что я хотела сегодня рассказать, хочу поведать вам историю. В понедельник я пришла в станцию метро в 8.20 с копеечками. И что я обнаружила, что видите и вы, большое количество людей, томящихся, ждущих метро. Скажу вам, что ходит метро с промежутками где-то около 10 минут. Но в этот понедельник, я не знаю, что случилось с линией. Когда я посмотрела на табло, то я увидела, что следующий поезд приедет через 18 минут. Знаете, вот это меня очень удивило, потому что по расписанию поезд должен идти где-то в половину. В 8.30, ну, 8.30, 33 с копейками. Но когда я пришла в 8.20, ну, пускай даже 25, и я увидела на табло, что поезд приедет через 18 минут, при таком наличии людей, знаете, ну, внутренне где-то возмутилась, но что делать, бывает всякое разное. Остановилась и стала ждать. Но самое интересное, что время на табло не менялось. 18 минут эти замерли на табло. Потом я стала доставать свой телефон и смотреть, сколько же времени прошло с тех пор, пока я ждала поезд. Вы знаете, каково же было мое удивление, что на табло время не менялось, оставалось 18 минут. А мои часы шли почему-то вперед. Когда я уже, знаете, 20 минут прождала, а там все время 18 минут, менялись на 15 минут, потом менялись на 10 минут, потом менялись на 7 минут, и потом опять поменялись на 18, пошла волна негодования у людей. И заметьте, что люди прибавлялись. Вот эти все люди, которые ждут, это ненормальное количество людей в метро. Я вам скажу, что всегда вот в половину меньше людей, чем сейчас присутствует вживую на видео. Когда я разверну потом камеру, в конце вы можете прокрутить этот ролик, вы увидите, что сзади меня стоит еще больше людей. Вот видите, дрожит сейчас у меня камера. Это прошло 5 минут, я их очень хорошо запомнила. 5 минут я продержала камеру в одном положении, и у меня затряслась рука от того, что просто не на что была операция, и рука устала. Если вы успели заметить, то на табло с 8 минут поменялось время сразу на 6. Можете отмотать и посмотреть. Но я не об этом хотела сказать. Вот то, что время не соответствует табло, и как приходит сам поезд, это одно. Вместо положенных 18 минут ждали, вот все люди, смотрите, вот девочка уже стоит, бедная, танцует зад-вперед. Ждали все поезда 40 минут. Когда я уже не выдержала и поменялось время, я начала снимать, когда второй раз поменяли время. Из 18 минут, когда мы прождали, время поменялось на 10 минут. Тогда я уже достала телефон и стала снимать, мне уже самой стало интересно, придет этот поезд или не придет. Потому что часть людей стала выходить из метро. Но вы знаете, что сейчас даже невозможно добраться на своей машине по городу, туда, куда нужно. Потому что везде проверки, везде останавливают. И проще по городу добраться на метро. Вот эта, знаете, ситуация меня побудила записать это видео и высказать тот факт, который вот сейчас вообще творится в городе. С этим всем коронавирусом, с ситуацией, которая происходит. Дальше, когда вот мы уже сели и двинулись по маршруту метро, я ехала, скажу вам, дальше где-то 10 остановки. А вообще 18 остановок в метро. И вот здесь, смотрите, очень большое количество людей. Это первая остановка, на которой садятся люди. На каждой последующей остановке люди будут добавляться. Учитывая такую ситуацию в стране, что существует пандемия, люди заражаются, должны ходить все в масках, соблюдать дистанцию. 40 минут ждать одного поезда. Это вообще утром, знаете, это, ну, просто моему возмущению нет предела, если честно. И учитывая то, что люди держат дистанцию, все в масках. И дальше по ходу, вот кто досмотрит до конца или пролисайте, посмотрите, как люди садятся в транспорт, как они оставляют между сиденьями пустые места, как они держат дистанцию на расстоянии вытянутой руки. Понимаете, люди у нас более, как бы, скажем так, послушные люди, послушные. Они хотят нормально жить, они хотят нормально сосуществовать, не болеть и пережить вот этот этап. Но власти наши тоже должны как-то прикладывать усилия. Потому что вот эта ситуация, вообще, я вам скажу, мы стояли, когда ждали, с женщиной я переговаривалась. Ну, возмущению не было предела. Честно, я вам скажу, когда мы проехали пять станций, а это самый центр города, через пять станций есть такая станция, как музео. И на ней садится огромное еще количество людей в метро. Я думала, что будет просто столпотворение. Вот сейчас, кстати, посмотрите, что уже осталась одна минута из десяти, показывает. Когда будет написано, что приезжает поезд, а Рива, он не приедет, он еще задержится на полминуты. Это к тому, как воруют наше время. Так вот, люди, когда заходили на станции метро Музео, многие просто не сели, а остались на станции, потому что большое количество людей село, чтобы не нарушать дистанцию. Вот я разворачиваю, смотрите, видно, сколько людей. И пожилого возраста, и все разные. Люди у нас очень, очень воспитанные и культурные. Но вот эта вот ситуация, знаете, вот насколько я все-таки хорошо относилась, я до сих пор отношусь к властям Неаполя. Но все-таки вот такая ситуация, не знаю, меня возмутила до предела. Поэтому, если вас эта ситуация тоже хоть как-нибудь задела, поделитесь ею с другими. Я записала это видео не для того, чтобы у вас какой-то гнев там праведный разбудить, а просто, чтобы вы знали и понимали, что ситуации бывают разные. И хочу сказать, что люди у нас очень воспитанные, добрые и культурные. Спасибо за то, что были со мной. Всем бодрости духа, здоровья в это время. И пока-пока. Ваш блогер из Мятар.